всем большой привет дорогие мои зрители и сегодня мы просто что-нибудь да сделаем так мне ничего не хочется но жить как-то дальше надо стабильность да это в общем-то залог успеха даже когда совсем ничего не хочется конечно же надо коряпкаться вперед коряпкаться да это касается абсолютно любого занятия но непосредственно сейчас попробуем коряпкаться в сторону нашей работы и так у меня в общем есть допустим четыре работы я себе выбрала из своего прошлого портфолио из моего действующего портфолио 15 год эти две работы 15 год тоже 15 здесь нету года короче что я буду делать я буду переделывать и заодно с вами я буду смотреть свои старые старые ошибки суждены для пятнадцатого года ваще но вообще я подумала просто перерисовывать их переделывать и перезагружать еще кстати удобно то что по идее да у меня здесь уже есть описание название описание и ключевые слова это очень удобно и так ну для самого-самого-самого наверное ленивого случая да можно просто подвинуть какой-то центральный объект да в принципе особо ничего вообще не делаем что такое можно просто у меня почему-то он здесь удивительно что он не растрировался а 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 на самом деле это конечно метод для совсем ленивых да когда не хочется ничего делать то есть вы просто переделываете что-то старое но в конце концов лучше так чем не делать ничего вообще просто проверяем чтобы все было открыто и нажимаем но я сохраняю для веба давайте напишем сохранить как чтобы он просто можно его либо сюда же пересохранить куда-нибудь сюда давайте допустим поменяем дату а нет стоп для шаттера теперь нам надо делать две тысячи на две тысячи и контрол а смотрим чтобы ничего нигде так так теперь значит сохраняем я поменяю только номер и дату и мы мы Ctrl-A я все выделяю и ставлю вот тут 200. Сохраняю для других стоков. Потом я то, что для шантера я удаляю, а то, что было для других стоков я переношу в архив. Далее Shift-Ctrl-Alt-S сохраняем для веба. Ну, не так проще. И так сохраняем для других стоков. То же самое я сейчас сделаю для других работ, пока я не буду больше ничего переделывать, просто закрываю. Закрываю и удаляю то, что я уже переделала. Значит, мы переделали вот эту. Открываем 13-ю. Боже, 2015 год. Вообще, я была тогда действительно прям вдохновение, у меня было огонь. я даже не знаю, как это все видоизменять. Давайте сделаем белый фон волшебным выделением. Ставим 1. Белое. Сделаем серым. Теперь что-то такое. А, там еще у меня был эффект осветления. Поставим нормальный эффект. А землю все-таки сделаем так вот здесь. Так. Это значит, что у меня были там какие-то, в общем, хакеры, которые... Ну, концепция взломка. Так. Так. Так, это у меня семилляр. Вот у меня еще щит был. Нормально сделаем. Так. Так. Мы сейчас возьмем несколько наших взлостных нарушителей. Конечно, я сейчас вижу, что там, знаете, где-то изометрия вообще из серии не подходит. Но это еще не самый трешовый вариант из того, что у меня было так. Так. То есть, если данная рубрика вообще будет продолжаться, то у меня есть там реально прям люто трешовые работы, где я рисовала. Это, ребят, мы вообще пока удалим. Это тоже мы удалим. Короче, оставим два вот таких вот хакера. пока что у меня вообще нет честно говоря никакого никакой мысли да то есть как я буду что я буду делать я просто сейчас переделываю до из серии так как пойдет так пойдет эти щит можно сделать допустим даже на щите поставить такой символ давайте попробуем вот и и и и как-то я себе неудобно сделала что у меня только на ноутбуке сейчас клавиатура для рисования это конечно не особо удобно так почему у нас не вырезается да для более удобного рисования конечно если вы рисуете также допустим на ноутбуке реально проще брать стороннюю клавиатуру под мальчиком тени у меня нету я еще надеюсь что тогда у меня были периода когда мне прям нравилось рисовать я надеюсь вспомнить то этот момент этот период когда у меня было подъем деньги такие два злостных нарушителя и тоже посмотрим информация о документе дальше меня тоже стоят мои данные так делаем 2000 освободить все control а и увеличивая то что на 2000 control 0 еще раз все выделяем в общем все нормально и сохраняем смотрите как угадала я тоже делала 7 числа а а и 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 кстати дальше я буду пользоваться и добрить чтобы на джипе ок также поставить ключевые слова Потому что другие стоки берут именно с JPEG метаданные. Такой у нас получается онлайн-стоковый иллюстратор. Так. Тоже самое, только по центру этот узор. Блин, мне так нравится такой желтый цвет. Кстати, можно его сделать тоже белым. Да, вот мы их делали. Так, разгруппировываем. Здесь у нас, честно говоря, непонятно, где какой вообще эффект. Умножение, умножение, осветление. Умножение. Это вообще что такое? Давайте удалим. Ставим нормальный. Нормальный. Или можно выделить всё. Ставить всё нормальный. Ну да, это вот у нас всё было. Осветление. Осветление основы. Давайте, допустим, сделаем умножение. Вот так как-нибудь сделаем. То есть у нас была композиция направлена на осветление. Теперь мы попробуем сделать всё наоборот. Вот, теперь нам что-то видно. Ну, я думаю, где-то даже оставим вот эти вот точки осветляющие. Ну, допустим. Можно уменьшить прозрачность у этих штучек. Ctrl-C, Ctrl-F. Ещё меньше сделаем. А, она не скопировалась. А, это. Маску на самый верх. У нас тут 100 на 100. И создать оправочную маску. Какой-то немножко перегруз, да, мне кажется, получился. Мне кажется, за счёт вот этого давайте уменьшим прозрачность. Ладно, пока так оставим. В конце концов, это такая черновая, черновой вариант. Монтажную область сделаем больше. Такой метод работы, честно говоря, хорош, когда вот ничего не хочется делать. Но, опять же, нужна именно стабильность. Вообще-то, когда-то, что там, ой, уже 19 минут я записываю. Когда-то там давно-давно-давно я создавала YouTube-канал для эмоциональной поддержки вообще для себя. Ну, я работала уже одна дома, да. И иногда мне хотелось какого-то, да, вот это вот общения такого. И для этого был создан YouTube-канал. Теперь, видите, психологическая помощь. Ну, я надеюсь, что всё-таки эмоциональное состояние-то, оно, знаете, наладится в конце концов. Конечно, навыки какие-то потерять не хочется. Да, знаете, как я вот язык учу. Там, допустим, не уменьшили. Какое-то время не учишь, оно снова всё забывается, да. Потом снова ты с нуля учишь этот первый уровень, второй уровень. Учительное вообще занятие. Вот, поэтому, конечно, если есть возможность хотя бы один шаг в день сделать, то лучше его, конечно же, сделать. Вот, я надеюсь, я также помогу тем, которые так же, как и я, знаете, не имеют прочной уверенности в своих действиях. Короче, знаете, есть на YouTube рубрика Мукбанг, где просто люди кушают вместе. У меня будет рубрика Онлайн-стокер, где мы будем рисовать вместе. Так, таймлайн. Даже интересно, что это. Я уже вообще не помню, что это у меня. 14 января. Да, это тоже наверняка была очень древняя история. Прям очень древняя. Сразу сделаем монтажку. Таймлайн – это когда людям надо показать какую-то динамику в бизнесе, в графике. Рисуют такие таймлайны. Они тоже, в общем-то, хорошо продаются, если регулярно пополнять, что ли, свежими работами. Я надеюсь, руки дойдут, и мы все это, знаете, сделаем еще и более качественно. перерисуем и доведем до ума там, где я, да, то есть у меня сейчас уже, конечно же, навыки выросли, и все-все-все. Вот, поэтому надеюсь, что доведем это дело все до ума. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Мне бы этого очень хотелось. Если раньше для меня все-таки, ну, работа, стоки, было такое что-то, ну, не знаю, хобби, да, мое увлечение, сейчас это все больше и больше становится просто моей действительно работой, которая, ну, прям вот такого удовлетворения психологического не приносит. Вот. Это, конечно, печально порой осознавать. Можно, конечно, искать, знаете, другую там профессию, как-то пытаться перестроиться. Не знаю, может, конечно, это и правильно. Когда человек выгорает, да, у него, в принципе, нет никаких проблем найти новую какую-то работу. Проблема только в том, что уже, знаете, там навыки, все равно, допустим, ты шел-шел-шел по этому пути, и ты действительно уже чему-то научился, ты действительно уже что-то умеешь делать. И вот лично для меня вот это, конечно, обидно, что если перестраиваться, да, то человек, грубо говоря, теряет свои навыки. пока он там в новой сфере снова, знаете, там наберет вес, оборот, там хоть как-то научится чему-то, тоже пройдет время. И не факт, что не потеряет снова, да, вот это вот, еще вот этот шарик был, не потеряет снова смысл. Поэтому такая сомнительная история, что если что-то надоело, просто бросаете, занимаетесь чем-то другим. Я, ну, я не сторонник этого, честно скажу. Может быть, конечно, это моя такая женская природа, да, что мне страшно там что-то новое начинать. Я не спорю, может быть, конечно. Но мне кажется, люди все-таки успешные те, которые долго занимаются, да, они развиваются в одном и том же деле. Как мне кажется, это люди всегда более, которые пришли к результату. И это оправдано. Честно говоря, пока просто от балды что-то делаю. Это у нас последняя с вами на сегодня будет картинка. Далее я буду просто загружать на сток. Не знаю, наверное, это будет уже как бы лишнее. Это, в принципе, уже не надо показывать. Ставьте внизу палец вверх, если вам такая рубрика нравится. Ну, как бы интересно, да. То есть такое просто онлайн. Я буду что-то делать, вам показывать. И в идеале, конечно, чтобы вы тоже параллельно у себя там что-то рисовали, чтобы это было на пользу. Сегодня мы ничего не рисовали, мы просто переделывали. И, в общем-то, когда у меня будет вдохновение, я надеюсь, оно будет чаще приходить ко мне, чем никогда. Или вот без этих. Кстати, да, раньше, когда я Лориан Ипсонд еще как-то плохо знала, я ставила вот такую иллюзию текста. Мне нравилось, да. То есть она, в принципе, просто отображает иллюзию текста. Вот. Я даже ее, наверное, отставлю пока что. Сейчас уже, конечно, можно писать там ваш текст здесь, там и так далее. Ну вот, я выходила вот таким вот вариантом. Конечно, в идеале надо цвета больше подбирать. Но у меня сегодня клавиатуры нет. У меня, честно говоря, так не очень удобно. Я, по сути, работаю одной только мышкой. Это такое себе удовольствие. Да. Подключу клавиатуру и буду работать более плодотворненько. Все. Ну и на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео было хоть чуть-чуть полезным и интересным. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok